Короче, то что прошло, не успел запись включить, советуют установить Google Chrome и пользоваться Google Sheets. Google Sheets бесплатные, чтобы их завести, нужно только Google аккаунт, он тоже бесплатный. И они показывают, как составлять таблицу. Можно по этой ссылке пройти и, скорее всего, вот эту вот ссылку на рабочую книжку им выдаст. Надо отсканировать, нет? Да, я искренне сделаю. Я думаю, она, в принципе, нафиг не нужна. Я думаю, да, я никогда не воспользуюсь, что просто... Я просто поставлю отдельное пример. Когда вы получаете эту таблицу, она будет в таблицу, потому что мы не будем работать с этой таблицей. Слушай, напомни, чтобы я после урока записал то, что мы с тобой про GitHub говорили. А то я сейчас не спал всю ночь, так и забудется, чтобы руку на пульс держать. Он сейчас показывает, как этот документ, когда вы по ссылке пройдете, можно себя сохранить. Продолжение следует... 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 Рассказывают, какой джанглскаут хороший инструмент, это просто расширение на браузер. Ну на самом деле есть подобные же, я не думаю, что он лучше всех остальных. Подобные есть, тот же Helium 10, который я говорил, он по сути, я думаю, не хуже, может там в чем-то и лучше. Но он ничего не занимается, по сути, просто пашет. Тут сейчас будет рассказываться в обучениях дальше, как они там, что делают, я поэтому долго на этом останавливаться не буду. Переводить там все будет подробно объяснено. На Helium 10 там, я уже не помню, но помнишь там чуть побольше функционала? Там уроки есть по нему, когда я, то что ты тебе ссылку дал, ой, то что ты приложение скачал, там прям по-моему где-то, о расширении, там, по-моему, где-то прям уроки можно по ним посмотреть, по хилям там. Этот же чувак, кто его сделал, он же и показывает. Сейчас будут показывать, как бесплатный 45-дневный период активировать, но опять же, этот Андрей Хучинюков на нас-то не распространяется. Слушай, ну тут, короче, объясняется, как с их, там, с их платформы перейти на Jungle Scout. Нам это не грозит. So, once you've activated your 45-day free trial, you just need to come to Jungle Scout and log in. Now, you should have received an email with your password to log in to your Jungle Scout account. If you haven't, then make sure you support at JungleScout.com. Just send them a message, say you're an A or an ASM teacher password, and they'll help sort you out. If you can provide some kind of strategies and tactics, but you want to send them to Jungle Scout.com, you'll probably get this message you can actually don't allow. They do provide some kind of strategies. Показывает, как правильно установить. Будем отсмотреть? Да, в принципе, не нужно. Ну, я тоже думаю, что нет. Ну, по сути, если в Jungle Scout захотите, там просто по ступенькам пройти, как бы все, там, грубо говоря, плати, все заработает. Установка, я думаю, не нужна. Нужно на работу посмотреть, как это все. Как аккаунт, ну, блин, как уж и не вбить, и так далее. Я думаю, тоже это не нужно. Двойная авторизация. Я ее не устанавливал, кстати. Ну, наверное, эту инсталлент устал. После того, как установили экстеншн, там, Катя сейчас будет смотреть, там, и Дима, если там не знаю, как экстеншн работает, вот в углу будет у вас появляться такой экстеншн. С-лого. И вы можете видеть, что это Jungle Scout Pro version. И это траил, который вы получаете. Если я кликну на это, вы можете видеть, что это показывает, что ты ждешь. Погоди, минуту, и это потому, что нет результата на этой странице, потому что это не такая страница. Однако, это позволяет нам установить Jungle Scout. Он открыл сейчас страницу, нет никаких результатов, потому что это не страница с товаром была. Здесь просто категория распределена. Чтобы были результаты, нужно какой-то товар загуглить, там, категорию, там, не знаю, там, сбить кастрюли, и после того, как они выйдут из кастрюли, тогда он выйдет результат. Когда заходите в Jungle Scout, нажимаете на три полосочки, открывается такая рамка. Здесь есть кнопочка с API-ключами. Интересно, она у меня есть. API-ключи, говорит, могут ускорить процесс, но я, говорит, лично ими не пользуюсь, потому что не видел в них особого никакого ускорения. Для себя. У меня нажимаешь. Что мы видим? Да неплохо. Видите? Все это я знаю. Ничего не видим. Никаких API-ключей. Я видел, кстати, API-ключи, только я не понял, как им пользоваться. Что они давят вообще? Ну, как бы это, да. Интересно, а сколько мне стоит? Он говорит, что я нигде не смог им воспользоваться. Не, интересно, сколько стоит аккаунт мне. Ну, ладно, не будем сейчас на это время тратить. Но, в принципе, если надо будет, то я сделаю право. Просто найти бы еще, как им воспользоваться. Типа, что они дают. Я не думаю, что это аккаунт. Я просто документации никакой не видел. Вот одно дело, если он тебе... Да, это API-ключи именно для Jungle Scout, и не буду воспользоваться своей. Вы видите, когда ты в него пишешь ключи Амазона, тогда как бы мне они напитки нужны. Типа, если просто человек скаунтом, можно пользоваться по API, это очень круто, но я и документации найти не смог. Но ты можешь следить за инструкцией, если хочешь. Как я сказал, я не использую их. Но, что ты хочешь... Какие инструкции, погодим? Сейчас. Лерд Майна, и API-кейсы и колументы. The API-кейсы это что-то, что ты можешь добавить, если хочешь. Personally, я не волнусь. It can help speed things up a little bit, but I've not seen a significant difference, so I don't bother connecting to my Amazon account. But you can follow the instructions if you wish. А, говорит, коннектишь его как-то через API к Amazon аккаунту? Говорит, я лично не присоединял, но там, говорит, хотите, следуйте инструкциям, если вам, если я желаю. Если ты, как Amazon аккаунт, каннете Жанна Каскаунта, то толку для меня как-то нет. А от кому вообще толку от этого? Я не знаю, что там Жанна Каскаунт делаю с Амазоном, но как бы если уж что-то делает, я могу сделать это напрямую, чем с Амазоном без Жанна Каскаунта. Ну, а здесь он перечисляет, какие колонки он для себя выделяет, какими он пользуется, ну и какие советует. Выделал на себя прайс, категорию RANK, это этим BISAR RANK, который приблизительные продажи, приблизительный доход, количество продаж и... а это денег, сука, от продаж, что я понимаю, количество ревью и вес продукта. И перечислить, какие другие есть? Да нет, понятно. Ну, кстати, вот интересно, количество продавцов. У тебя есть такой? Нет. Ну, тут мне кажется это, сколько продавцов присоединено к листингу? Тут же знаешь, что к листингу можно присоединяться? Нет. Ну, есть даже стратегия такая, она не очень честная, Амазон за нее забанить сможет, но позволяет ей воспользоваться. Ты, например, видишь какой-нибудь продукт там, да? Ну, допустим, вот нашел там мои куки-катерсы. И вот этот Миша Сортеза, он вот так начинал. Сейчас он мне там кричит, что я там против там это, чернухи и так далее. Начинал как бы так. Ты посмотрел Асин, идешь в инвентарь. Понятно. Не буду озвозить, короче. Короче, ну я могу так сделать сейчас. Представим, что это не мой товар, да, как бы, что это левый товар. Вот, нажимаешь добавить продукт, тебе предлагает этот продукт найти, я его нахожу, и вот он. И ты нажимаешь продать твой. И после того, как ты нажал продать твой, ты прикрепляешься к этому листингу. То бишь, будет это выглядеть примерно так. Ты заходишь покупать товар, да, и тут будет написано, что вот этот товар есть еще у двух продавцов. И вот, и здесь будет список продавцов. Но здесь вот я и я, да, а может быть там кто-то присоединился, может еще там пять быть. И зачастую, когда товар не уникальный, это вот люди прицепляются. С этим борются, там говорят, ну у меня упаковка другая, у меня лейбл есть, а у них вот другой лейбл там, да, и там Амазон может как бы там наказать того, кто прицепился. А может там просто предупреждение там сделать какое-то, да. Вот, а может и ничего не сделать. Ну вот, но вот такая тактика тоже есть. Находит популярного продавца какого-нибудь там, да, который хорошо продает, покупает такой же товар, как у него, и прицепляется к его листингу. Как одна из тактик, а? Можно запрещено делать через две, 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 две. А, у тебя товар должен быть как бы идентичный, да? Ну, видимо, не совсем запрещено. Вроде как запрещено, но нахера тогда это делать, если возможность это предоставлять, если это можно, да? Продавать твой, как бы, это вот для того оно и сделано, как бы, да? У тебя просто товар должен быть вообще, наверное, полностью идентичный. То бишь, на тебя пожаловались, если там, что ты вот такой же продаешь? Там же написано, такие же товары, тот же товар у других продавцов, нет? Ну да, 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 да. Но они, видишь, они могут говорить, что этот продавец может сказать, что у нас упаковка другая, как бы. Или у нас, да, он с виду такой же, но у нас стоит логотип на нем, да? А у них логотипа не стоит, ну, типа, мол, он не такой. И там уже, как вот эти примеры привел, видишь, два разных продавца. Один за 11,99 продать, другой за 12,99. Вот кто-то прилепился к листингу вот этого чувака. Да, я понял, то есть это товар должен быть абсолютно такой же. И при том, хочешь еще интереснее момент? Это тут сейчас становится еще интереснее. Сейчас. А чтоб совсем, как бы, обидно продавцу было, тот, кто платит рекламу, создавал листинг, тот же даже листинг не будет создавать, он прилепился, и у него вот эти фотографии все автоматом будут. Он нажал продавать свой, и у него вот эти все фотки все автоматом. И вот тут вот видишь, а... Написано, sold by love tech. А продает мой колор. То бишь, листинг создавал мой колор, мой колор делает рекламу, а продает... Кто? Тот, кто прицепился к листингу. Love Tech Direct. То есть, если я сейчас нажимаю эту карту, то подается в love tech. Ииии... Да, и то бишь, ты покупаешь у другого продавца. Нахера это сделано, я не знаю, но по сути, грубо говоря, я вот сейчас вот... Вот, видишь? Мой колор есть? А, нет, какой-то вообще мелодия. Мелодия. Ну нет, тут может другой еще быть. Знаешь что? Как у меня там, у меня DoubleNF Craft создал, да? Ой, DoubleNewGroove компанию создал, а бренд создавал DoubleNewCraft. И вот. И может быть, мои колоры это одно и то же. Но может быть такое, что как бы buybox, выиграть другой. То бишь, там реально, может, завтра будет Melody Studio продавать этот же товар. А рекламу подавать другие люди. Вот. То бишь, грубо говоря, я сейчас могу заказать этот товар у них, сделать прям вот, чтобы вот один в один было упаковка и логотип, и по сути, у меня ничего не должно быть. И по сути, можно так вот попробовать какой-нибудь товар запустить. Просто ради интереса. С нового аккаунта. Уже свой бренд. Как они могли так начинать? В смысле? А, он? Ну, да никак. Ну, свой бренд. Он сначала один работал. А, я понял. Смотри, это сделано, в принципе, для покупателя. Для покупателя это удобно. Типа, ты нашел товар, как бы... Бля, но забота о продавцах должна быть какая-то. Но это вообще пиздец. Я плачу за рекламу, блядь, на моей рекламе, на моих деньгах. Я за что Амазону плачу, по идее? Я плачу за клики там, да, кто-то зашел, кликнулся, у меня деньги списали. Я создавал листинг, я там нанимал людей там, чтобы фотографии мне делать, видео мне делать. Вот эти вот, вот даже вот эти вот описания сделать, это баксы 67 и стоит. Это вот только вот эти вот сделать все. Вот. Уже не говоря там, уже не говоря даже о рекламе. Вот это вот вещи, вот это вот еще, чтобы сделать, это нужно 700 баксов заплатить и год ждать, пока тебе сделают бренд, какого, господи, бренд регистри. Ну вот. Но это уже, знаешь, если я к нему прикреплюсь, то он меня и засудить, по идее, может. Потому что, ну вот именно с таким брендом. Вот. Значит, он свой бренд, скорее всего, зарегистрировал. А может и нет. Вот. Вот именно вот такого, если он зарегистрировал, и я вот точно с таким же продаю, если зарегистрировал, то как бы меня могут засудить. Ну вот. Но это еще денег надо тоже потратить, мне засудить. И вот. И он тратит на рекламу, все, и, сука, меня ставит в buybox. И, блядь, кто-то заходит, я плачу за рекламу, а деньги получает он. Я заплатил за весь листинг, я старался, я набиловал количество отзывов, а в итоге как бы все бенефиты ему. Ну как бы, блядь, ну нет, не должно быть так. Это сделано не для таких товаров, типа, это сделано, знаешь, для, ну, видеокарту, например, кто-нибудь подает, да, те же. Есть определенная модель видеокарты, ее упускают только в виде. Как нахер тебе по подавцам, если ты можешь в один товар зайти? Ну, как бы, продавец как бы лучше. Да даже, даже в этом случае, даже в этом случае, я создавал опять же листинг, я создавал описание, я опять же подаю рекламу, хер с ним, она пусть там, карта еще точно такая же, еще у кого-то есть, но он нихуя не делай, прикрепляется к моему листингу и на моей спине выезжает. Ну, как бы, обе стороны должны быть интересны, продавец должен быть защищен тоже, а в этом случае как продавец не защищен. Что такое байбокс? Байбокс, это вот эта вот коробочка, тут видишь, кнопочка есть, Add to Cart. Вот когда нажимаешь, у тебя сразу определенного продавца, а конкретно там, вот от него, где он тут, вот, покупается товар, да? А вот и другой пример. Вот товар, его ни у кого, кроме меня, нету. Что ты видишь здесь? Нету Add to Cart, есть CEO All Buying Options. Это что значит, что байбоксы я не выиграл? На вопрос, а с кем я, блядь, соревнуюсь? На вопрос, с кем я соревнуюсь, мне сказали, ну, грубо говоря, с алгоритмом Амазона. Я говорю, пусть с ним, давайте посмотрим All Buying Options, что мы тут видим. Один продается с Амазона, другой продается из дома. Давайте я, нахуй, говорю, удалюсь из дома. Ну, говорит, да нет, говорит, не надо. Я все-таки удалил. Остался у меня только с Амазона. Что я вижу? CEO All Buying Options, и там только с Амазона. Охуенно. А это как бы, ладно, хер с ним, да? Ну, неудобство небольшое, как бы, покупатель, но это одно. Я даже рекламу не могу на этот продукт подать. То бишь, я потратил 13,5 кусков, завез товар на Амазон, ну, положил его на склад, выполнил все требования, товар уникальный, я где-то на 400 странице нахожусь, и у меня нет возможности подать рекламу, потому что товар не является рекламным, потому что он не в байбоксе. На вопрос, и хер ли я должен делать, мне Амазон говорит, ну, жди, наверное, должен выиграть. Ну, да, я вчера там и супервайзером там выходил, и все, как бы супервайзеры за мной что-то рассказывали, поставили там, сказали, письмо напишешь, мол, типа, все заняты. Ну, вот. Такая херня. С Артуром разговаривал, он говорит, блин, может, это из-за того, что ты цену резко повысил. У меня было такое, кстати, у меня было 4 отзыва, один убрали опять, 3 отзыва остались. Было такое, что я вначале задешево продавал, чтобы отзывов наставить. В итоге отзывов тоже не остались. А это, и когда цену повысил, он из байбокса вылетел. Какая-то, мол, типа гульканула, ошибка такая. Ну, не знаю, я что-то не очень в это верю. Вот, смотрим. Смотрим бизнес отчеты. Здесь вот есть колоночка BuyBox. вот, и ну, пусть в 12-ом. Так. И вот тут видишь, везде 100%, а тут вот 64% там, да? Iron Man. 100, 100, 197, 75. И вот они пошли. А после какого-то числа какой-то репорт сделал, у меня прям видно было, что после 22-ого января у меня прям жопа началась. Блин, как сделать? Что-то не такой репорт какой-то. Как-то интересно. До этого по-другому как-то было. Ну-ка. Вот, BuyDate. Вот. Вот, тут видно. Вот он. 98, 97, 100. Опять же, не знаю, почему 98, 97, с кем я там соревнуюсь. 91, уже начинает падать. И тут, короче, 82 он уже. А с 22-ого января с 97 на 78 падает и пошла жопа. Он до 62-го выходил. И тут сколько я не выиграю BuyBox. И как у меня товар уникальный, я не понимаю, что такое происходит, что 22-ого января такое случилось. И вот. Ну и какая-то система звезданута в этом плане. Вообще, как бы этот Джаббезос что-то мне кажется, слишком-то хорошее денег стал получать. Слишком-то хорошее денег. Начали получать Amazon. Как-то им до продавцов вообще похуй стало. Ладно, давайте. Мы сегодня одно видео наверное даже не закончим. Нажали кнопочку-схоронить. После того, как мы сделаем изменения, нажали кнопочку-схоронить. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Дальше следует... Продолжение следует... Показывает, как нужно производить поиск. Опять же, вводишь минусы и там больше восьми рандомных символов. И потом выбираешь категорию, по которой ты хочешь сказать. Когда мы будем использовать Jungle Scout, мы будем добавлять страницы, несколько страниц выдачи. Сейчас покажут, как это делать. Чего? Слушай, а в чем проблема? Просто открыть категорию. Нафиг упадить эту книжку? Может, в том же поиске товары выдаются. Не знаю. Может, не в том же. Понятно. Если мне кажется, категория открыт, то... Да, в том же самое. Я когда пытался бы сам найти, ты крылья. Мне кажется, там тебе под категорию выдаст. Нет, давай. А, стоп. Есть ты прям в самую высокую категорию? Home and Kitchen? Да. Да. Да, я понял. Да, там выдаст категорию. Да, там выдаст категорию. Ну, где же выдаст? Ну, понятно, категорию, короче, выдаст там на товар. Вам поэтому... Да, я думаю... Да. А стоп. Он сказал категорию Home and Kitchen, да? Угу. А такая категория есть? Ну, вот. А вот. Ну, вот. Ну, ну, вот. Тут уже под категорию надо выбирать, товар не выдаешь. Мы за это видим. Я понял. Вот есть кнопочка в углу, она добавляет страницу, она у меня тоже есть, кстати. То бишь, следующая страница, вторую в Amazon добавит, там, так далее. Перед тем, как фильтровать и проверять продукты, мы добавим 4-5 страниц. Now, the problem with this is, that if you did this for an hour or so, and then all of a sudden, you realized you needed a break, you were getting tired, and you wanted to be able to shut your computer down, you would lose where you are. So, for instance, I started on page one. Проблема в том, что если вы работаете час или больше, и хотите сделать перерыв, и вы не сможете выключить свой компьютер, потому что вы потеряете результаты. И можно ли от выбор desenvol reparателей? Подписаться и поставить полныйாом у твой клеток. Просто я выполняю звук главного выпуска. It images, в итоге я была только другая. Там вы��� «звук эдrif cosìт». Sudмени и съ Ruining глубины, если вашApp de проблемы с гест 번ен в то, что вы対象 все же. Если вы распределите подарёнки, то вы fidёте cuántы, Holiday Risk в Tribune. Чтобы вы отключ pin вниз твучие кнопки простые и выамиды стоким методом. Вот это просто Серёте, когда я хороший пример. Вот как lets прип助ете Finn в тв 10 разомelet See house? Какой-то есть! С Ih吧. Это способ записать то место, где вы были. Говорит, он сейчас перешел на третью страницу и переходит к URL. Примерно в середине вы увидите такой значок, что страница равна 3, page equals 3. И вы видите, что это все на письме 11. И потом мы копим эту URL и вставим это в текст документ. Мы можем закрепить компьютер, перейти, вернуть, вернуть 1 час, 1 день, в любом случае времени. И все мы должны сделать, что открыть наш браузер, копить ссылку из текстов, и потом нажать на «Пастить и идти». Ну, говорит, что в Jungle Scout дошли, допустим, до 11 страниц. То вот такой процесс делаете, вбиваете там 11, сохраняете ссылку, сохраняете себе где-то файли там в Word, допустим. И когда вернулись, там через день, два, через час, обратно эту ссылку вставили и начали с того, где остановились. Now, the last tool is actually your mindset. Your mindset is probably the most important tool when it comes to selecting a profitable product. We will give you all the information you need to succeed. However, the selection process is time-consuming and can be frustrating, too. And we have mentioned this before, and you'll hear us mention it again, especially on our coaching calls. But as long as you remain patient and focused and are willing to follow all the steps, you will succeed in finding... Короче, воля и терпение, говорит вам, в этом процессе, потому что он довольно-таки трудозатратный и скучный, но очень важный. Что-то что, один урок сегодня ставил? Ну, да. Ну что, может, еще один хотя бы? Все равно продукцию недовольный был. Да нет, мне еще работать до хрена. Я типа завтра решение ехать, и еще в отчет помогать. Ну, понял. Ну, ладно, хорошо. Да, сейчас для решения, просто комментосочку как-то не будет. М-м-м, добро. Так, надо записаться...